Здравствуйте, мои дорогие! Я нахожусь в кухне, делаю вот пельмени для детей. Слушайте, неприятно, у меня пост, и посвящая его Артуру, он мне тараканов привёз опять с Осиповской квартиры. Вот, Артур, я тебя умоляла, я тебя просила, и, слушайте, вы знаете, заявление моей мамы, тараканы у всех там, тараканы нет, а вот там в голове, потом Валюша, Артура, жена, то же самое, вот когда я сказала, осторожно, там, вот, на Осипова вам нужно первое, что сделать, избавиться от тараканов. То же самое, начала прям говорить мамиными словами. Слушайте, это ужас, вы не представляете, сколько ночей я с мужем не спала. Значит, одна одноклассница моя, Света, которая живёт в частном доме, там, под Одессой, и она мне сказала, ой, не бойся тебе тараканов, значит, не привезёшь ты в Америку. Она считала, она просто не подумала, что здесь деревянные дома. В Америке знаете сколько тараканов? Во Флориде и в Южных Штатах вот такие вот тараканы летают везде, и, слушайте, один раз я привезла сама, вот, когда останавливалась, впустила я свою маму, там, где мама, там всегда были тараканы, всегда, ненавидела, как же они меня раздражают. Тараканы, это неорганизованность, это, ох. И вот, знаете, она требовала от меня, в общем, мыла посуду я там всегда, с детства, и вот она меня всё время тыкала, и она всё время была в тараканах. Тараканы, тараканы, всё время тараканы как преследовали, поэтому я говорила Артуру, слушай, я летала, летела в марте, я все вещи оставила вот там вот, в этой вот, как это, в пристройке, и вошла в одной футболке и в джинсах, и всё, и три дня держала вообще все вещи, просила, умоляла, зайдёшь в мою квартиру, осенью же он приехал и два года здесь, два месяца здесь жил, и единственное, что он занёс, он занёс свой лаптоп, он сказал, мама, я его весь вычистил, и понёс его вот тут вот вниз, сейчас они уже перебрались, вот сейчас я видела на кухне, а вы не представляете, как мы ночами, сколько мы три или четыре месяца со Стивом не спали, выходили по ночам, ловили с этими тараканами, потому что, потому что таракан это ужас, я не могу, вот у нас со Стивом ненависть к тараканам на полном серьёзе, и в голове не должно быть тараканов, должно быть всё быть организовано, мой бог, он бог в порядке, никаких тараканов. Два года Валя с Артуром там и не избавились от этих тараканов, ни внешне, ни внутренне, слушайте, я имею в виду, какие вообще, в общем, эти тараканы, которые мне развела мама, они мне попортили вещи, альбомы, фотографии, которые я везла с Аргентины и так далее, они мне вот здесь вот сделали сумасшедший дом на полном серьёзе, просто дурдом, потому что мы потеряли с мужем сон, по ночам угрохали сотни долларов, сотни долларов на вот эти вот тараканные ловушки и так далее, потому что если они мне приползли с нижнего этажа, вот сюда наверх в кухне, да и вообще, это у меня муж раскрипает, эту вот дэк. Люди, в общем, я настолько в гневе, гневаясь не согрешательна, я реально в гневе. Сколько я просила, я умоляла Артура и всё равно мне привёз тараканов. Тараканов, реальных тараканов одесских, рыжих, жутких. Вот так вот. Неприятности, в общем, неприятности, которые дробахнут меня и по карману, и мои бессонные опять ночи, и всё. И халатность, жуткая халатность и просто безалаберность, вот как я это называю. Это не то, что призывает мой бог. Мой бог призывает к богу дисциплины во всём организованности. Вот так вот. И что, получается не впускать никого? Все, кто с Одессы прилетает, я сюда вообще в дом не пущу. Вот что, вот такие вот выводы делать?